Впервые в 2018 году я вас приветствую в нашем еженедельном дайджесте новостей от команды XDelate. Надеюсь, ваши праздники были веселыми и вы успели отдохнуть от трудовых будней. Самое время пройтись по интересным новостям игровой индустрии прошедшей недели. Что ж, вы готовы? Поехали! Как у нас принято, начинаем выпуск с новостей игр Blizzard. Новый год уже наступил, а это значит, что каждый из их фанатов ждет чего-нибудь крутого от разработчиков. Подготовили ли они что-нибудь для нас? Сейчас посмотрим. Blizzard представили Блейза, анонс которого состоялся еще до нового года. Сейчас же нам дали взглянуть на его умения и особенности геймплея. Судя по комментариям людей, не для всех персонаж оказался таким, каким его ожидали увидеть. В общем и целом, Блейз – танк. Он умеет наносить урон своими огнеметами, но выглядит это как выстрел из огненной пушки. Также у персонажа есть дэш, благодаря которому он сможет врываться в гущу врагов. А еще он может разливать машинное масло, которое впоследствии можно и поджечь. Самым занимательным умением оказалась героическая способность Бункер. Персонаж создает бункер, в который могут спрятаться все союзные герои, при этом с них снимаются все негативные эффекты. А еще прямо из бункера они смогут поливать врагов строями огня. Выглядит занятно и достаточно сильно, возможно даже слишком. Как бы там ни было, увидим, как герой покажет себя непосредственно на лайв-серверах. В Диабло 3 проходит событие падения Тристрама. Игрокам нужно будет открыть портал в прошлое, вернуться в Тристрам и вновь вступить в схватку со злом. Выполняя задания в рамках события, игроки смогут получать уникальные эффекты для трансмагрификации, достижения, портреты и питомцев. Событие завершится 30 января. Жаль, конечно, что разработчики не порадовали нас ничем новым, но хотя бы люди, пропустившие событие в прошлом году, смогут получить от него удовольствие в этом. Blizzard обещали раздать игрокам Hearthstone по три бустера последнего дополнения Кобальда и Катакомбы. Это компенсация за сбои в работе квестов в конце 2017 года. Самое время эти самые бустеры забрать. Найти их можно в приложении Blizzard Battle.net в меню подарков. В Overwatch начался новый, восьмой по счету рейтинговый сезон. Blizzard попытались прислушаться к некоторым замечаниям игроков, и в этом сезоне нас ждут некоторые изменения. Максимально возможная разница рейтинга между различными участниками группы была уменьшена. С бронзы по алмаз теперь разница должна составлять не более тысячи очков, для мастера не более 500 очков, а для элиты не более 250. Также теперь в играх ранга алмаз и выше изменение рейтинга игроков будет происходить без учета боевой статистики. Это должно позитивно сказаться на игре, чтобы игроки были более сконцентрированы именно на командной игре, нежели на достижении личных результатов. Итак, переходим к рубрике «Теперь к Варкрафту». Как и в прошлый раз, нас продолжают мучить новостями с ПТР-сервера, и все не оглашают дату выхода нового патча. Об этом без спойлеров подробнее чуть дальше. Хотя сперва небольшой вопрос. Ну как, народ, много из вас уже прошли Антурус? Ну я вот, например, нет. Что, говорите, нет рейда? Ну так последуйте примеру паладина с ником Рекс Трой и сходите соло. По крайней мере, он смог осилить в одиночку хранительницу портала Фазабель. На это у него ушло 60 попыток. Кстати, забавно, что это паладин. Лично я привык в таких новостях встречать ДК или ДХ. В 7.3.5 появится специальный токен, который будет продаваться за 175 эссенций, и из него у вас будут создаваться легендарные предметы. Легиондарный аддон, честное слово. Более того, эссенции теперь будут валютой, а сам крафт не будет нивелировать повышение шанса выпадения, если вам давно не дропались легендарки. Теперь немного о посольствах. Они откроются в 7.3.5, и вдобавок нам выкатили список требований для получения тех или иных союзных рас. Например, для Ночнорожденных нужно пройти Сурамар и получить Превознесение с Помраченными. Для Эльфов Пустоты пройти Компанию Аргуса и получить Превознесение с Одноименными Защитниками. Для Озаренных Дринеев – Превознесение с Армией Света. Тауренам же Крутогорье досталось самое простое. Чего уж там, пройти квесты и получить Превознесение с ними же. Изи. Ну и очевидно, что Ачивка работает на весь аккаунт. Охотникам выкатили целый ворох новых питомцев, а заодно и переработали модельки некоторых существ, в том числе и селитидов. Давно пора, хотя есть и вот такие вот ребята. Привет, 2004 год. По Лиге, к сожалению, серьезных новостей нет. Тишину нарушают лишь при открытии завес процесса разработки персонажей и другая мелкая информация. Riot Games довольны тем, как работает система клубов. Не так давно закончился первый регулярный сезон клубов, а в новом году они и вовсе решили наперед составить расписание клубных сезонов. Вы его видите сейчас на экране. Так что, если вы в теме, приготовьтесь. Не забывайте, что выбирать свой клуб вам нужно будет в начале каждого нового сезона. В очередном выпуске «Спросите Riot» разработчики поделились своими планами на 2018 год. В попытках найти какую-то интересную информацию мы прочесали весь текст, но все, что там написано, это шутки, ирония и стек над собой и игроками. Особенно порадовали пункты переписать биографии всех существующих чемпионов, сделав каждого из них сплавом двух личностей и Даркина. Ну и добавить для повторов функцию «Экспортировать» в формате документа Word. А для тех, кто любит почитать вот такие вот забавные вещи, мы оставим ссылку в описании. Еще одну порцию информации нам преподнесли касательно Орна. Морга Геддон рассказал нам о тернистом пути чемпиона до своего релиза. Все началось со внутреннего конкурса Riot, в котором каждый мог предоставить концепт своего чемпиона, и 10 лучших концептов должны были со временем стать реальными чемпионами и попасть в игру. Концепт Орна занял второе место в конкурсе, но постоянно стыкался с трудностями при работе над ним. Виной тому и внутренние вопросы в командах, и преображение процесса создания чемпионов для игры. А в общем Орн 4 года находился в разработке, прежде чем игроки смогли на него взглянуть. Да уж, не у всех персонажей лиги настолько длинные истории создания. Что у нас там дальше? Точно, теперь рассмотрим главные новости игровой индустрии в целом. Для любителей игры Dreamfall Chapters есть приятная новость. Если вы вдруг не дружите с английским языком, то команда разработчиков в своем твиттере сообщила о работе над патчем для игры. Он принесет с собой русскую локализацию, и нам обещают, что его релиз состоится уже в 2018 году. Один из ключевых дизайнеров уровней, в свое время работавших над игрой Bioshock Infinite, своим профилем в LinkedIn заставил людей строить новые теории. В последнее время он работал вместе с Arkane Studios над Prey, но согласно тому самому профилю, с недавних пор он перешел работать в 2K Games. Студия эта новая, и никто не может с уверенностью сказать, над чем она работает. И так как компания владеет всеми правами на франшизу Bioshock, а последняя игра увидела свет в далеком 2013 году, самым очевидным и желанным для многих людей выводом является именно то, что эта студия будет заниматься именно новой частью Bioshock. Если это правда, то все мы с нетерпением ждем очередной шедевр. Куда нас занесет на этот раз? Может в космический город? Еще одна похожая новость. На этой неделе в сети распространялись слухи о том, что Microsoft решили начать разработку игры Fable 4. Один из бывших сотрудников Lionhead Studios, создателей прошлых частей игры, поделился мыслями в своем твиттере. По его словам, разработку ведет неизвестная британская студия, возможно это даже Playground Games, работавшая ранее над играми серии Forza Horizon. Не так давно, кстати, эти ребята набирали себе в команду новых сотрудников. Microsoft давно вели переговоры касательно серии Fable, однако все это время они не решались возрождать франшизу. Возможно, в умелых руках серия и сможет обрести новую жизнь и популярность, как у любителей серии, так и у новичков. Многие фанаты серии Bayonetta ждут выхода третьей части игры. В прошлом году нам уже говорили о том, что работа над ней ведется. На этот раз пользователи заметили, что дистрибьютор игр Nintendo в Норвегии пишет о том, что в этом году выйдет Bayonetta 3, а также Metroid Prime 4. Не стоит забывать, что Bayonetta 3 должна выйти эксклюзивно для Nintendo Switch. Так что, любители серии, возможно, вам стоит позаботиться о приобретении гибридной консоли заранее. К слову касательно Switch, в Японии консоль уже обогнала по продажам Wii U. Для этого ей потребовалось меньше года, а на Японию приходится всего четверть всех продаж Switch. На территории США Switch стала самой быстро продаваемой консолью за всю историю игровой индустрии. За 10 месяцев пользователи приобрели 4,8 миллиона консолей. В этом же году Nintendo не собирается останавливаться на достигнутом, и, возможно, уже 11 января на очередной Nintendo Direct нам расскажут о новых играх для консоли. Команда разработчиков игры The Elder Scrolls Online рассказала нам о грядущем дополнении Dragon Bones. Оно принесет с собой два новых подземелья, где игроки смогут испытать свои силы в бою с новыми противниками. Конечно же, нас также ждут и новые достижения, и новые предметы. Кроме всего прочего, патч, который выйдет одновременно с дополнением, добавит новую систему нарядов и две арены для PvP-режима Battlegrounds. Все подписчики The Elder Scrolls Online Plus получат доступ к дополнению бесплатно уже в феврале. Остальные же смогут приобрести его отдельно. Все уже наверняка привыкли к тому, что королевская битва в тренде. Много кто хотел, чтобы успех плеер Unknowns Battlegrounds принес профиты его игре. Исключением не стало и Paladins. На неделе разработчики представили игрокам ролик-анонс режима Paladins Battlegrounds. Оригинальное название, надо сказать. Сто игроков одновременно попадут на территорию, которая больше стандартной карты осады в 300 раз, и на ней они должны будут исследовать окружение и выжить в этой мясорубке. Дату выхода режима пока не назвали. Команда, работающая над ремастером игры Shadow of the Colossus, постепенно снабжает нас информацией и роликами касательно версий игры для PlayStation 4. На этот раз ролик продемонстрировал нам различия между версиями игры для PS2, PS3 и PS4. Разработчики говорят, что оригинальная игра максимально осталась нетронутой. Были добавлены новые анимации, новые детали в окружающий мир, а также новые фишки в новой системе физики игры. Напоминаем, что поиграть в нее можно будет уже 6 февраля текущего года. Всем игрокам, которые не смогли поиграть в оригинал, совет, попробуйте, игра действительно хороша. Кстати, новых релизов пока нет, так что приглашаем вас посмотреть наше видео X-Delayed Game Awards 2017, первое в своем роде, между прочим. В нем аудитория нашего канала выбирала самые лучшие игры 2017 года во многих номинациях. Ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, выпуск вам понравился. Как обычно, увидимся ровно через неделю, и не забывайте заглядывать в наши другие ролики. Ну и как всегда, отдельная благодарность нашим патронам, Владиславу Петленко и Яковенко Андрею за поддержку проекта. Если вы тоже хотите нас поддержать, вы можете сделать это на сайте Patreon по ссылке в описании. Всем пока!